Мосфильм, павильон номер 9. Именно здесь построена точная копия легендарного зала 600 Нюрненбергского дворца правосудия, зал в котором с ноября 45-го проходили заседания Международного военного трибунала. Это наша съемочная площадка. Здесь воспроизведен зал 600. О том, как идут съемки фильма Нюрненберг, Сергею Нарышкину показал и лично рассказал режиссер картины Николай Лебедев. Каждая деталь исторического зала, флаги, скамья подсудимых, одежда на актерах подобраны со скрупулезной точностью. Сейчас, когда страну, которая больше всех вынесла, которая закрыла мира, нацисты чумы, выставляет. Мне это понятно в чем. Мне кажется, что это просто непорядочно все исторические картины. Абсолютно. И наша картина, мне кажется, она какой-то стиль, но она расставляет точки. И говорит огромные роли, которые наши люди сыграли в деле освобождения мира. Председатель Российского исторического общества высоко отметил просветительскую роль киноленты, подчеркнув, что решения, принятые международным трибуналом в 45-46 годах, не имеют срока давности. А главные итоги состоят в том, что именно гитлеровская Германия полностью несет ответственность за развязывание Второй мировой войны. 75 лет назад в Баварском Нюрнберге проходил международный трибунал над главными военными нацистскими преступниками. Именно руководство Советского Союза настояло на том, чтобы приговор нацистским главарям был вынесен в ходе открытого, полноценного судебного процесса. И на скобе подсудимых тогда оказались практически все главари, вся верхушка Третьего рейха. Кинокартина «Нюрнберг» — это первый в мировом кино полнометражный игровой фильм про нюрнбергский процесс. В основу сценария положен роман историка, правоведа Александра Звягинцева. Книга получила название «На веки вечные». В фильме участвуют актеры из России, США, Великобритании, Германии и многих других стран. А главные роли исполняют Сергей Безруков и Евгений Миронов. Вы знаете, я очень много нового открою для себя, потому что я знал о нюрнбергском процессе, меня не интересовал. Но количество интриги, которое здесь было, не могли до конца согласовать какие-то вещи между собой в стороны, в общем, союзники, американцы и советская сторона. Интрига с приездом сюда Паулюса, когда наступил перелом исторический момент. Важно, чтобы это посмотрело молодое поколение, а для этого необходима форма. Форма такая доступная сегодняшнему дню. Международный судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии продолжался 11 месяцев. За это время провели 403 заседания. Трибунал рассмотрел более 5000 подлинных доказательств. Было продемонстрировано несколько лент кинохроники о зверствах и жестокостях фашистов. Показаны страшные кадры из лагерей смерти. Кадры убийства и истязания военнопленных, женщин и детей в оккупированных странах. Допрошены сотни свидетелей. Тогда же, в 45-м, в зале суда впервые прозвучало слово «геноцид». Безоговорочное осуждение нацизма в Нюрнберге стало одним из тех нравственных принципов, на которых до сих пор зиждется международное право. В Нюрнберге было совершено правосудие, а не расправа над побежденной нацистской Германией. Это был именно суд народов, а не судилище. Нынешняя кинолента – отличное напоминание об этом всем будущим поколениям. Служба информации Фонда истории Отечества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова